Всем привет, с вами Давилович и сегодня на обзоре очередной недорогой SSD от компании Team Group, это GX2 объем 128 гигабайт. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей привлекательной цене, ссылочка под этим видео, переходите, смотрите, сравнивайте, если вам понравится все на обзоре, можете покупать. SSD накопитель от компании Team Group, нечастый гость на моих обзорах и причин тут несколько, во-первых, не всегда можно найти в продаже, во-вторых, сегодня есть, а не завтра нет, послезавтра снова появляются в продаже, в общем, какая-то нестабильность, то ли с поставками, то ли с чем. Но сегодня мы с вами поговорим про одного из самых недорогих SSD, это GX2, как по мне, что GX1, что GX2, это одни и те же SSD накопители, только отличаются начинкой. Вот, вроде как заявлено, что контроллеры там одинаковые, вот Silicon Motion SM2258XT, значит разные чипы памяти, поэтому посмотрим, что же у нас у этого SSD. У накопителя заявленной скорости 500 на чтение, 320 на запись и ничего особенного, это же самый маленький по объему SSD в серии и недорогой SSD. Три года гарантии, но ресурс 100 терабайт на запись для такого объема, ну, как-то очень прямо жирно-хорошо, я вам скажу. Что ж, не будем ходить вокруг да около, давайте перейдем к распаковке, а потом сделаем все тесты. И обязательно посмотрим, что скрывается внутри. SSD накопитель Team Group GX2 объем 128 гигабайт поставляется в простом прозрачном пластиковом блистре, указана моделька и с обратной стороны у нас видим вкладыш, есть стикер с указателем производителя Team Group Inc, импортера у Atlas, это компания DNS, ну и собственно через прозрачное окошечко видим наш SSD, точнее данное о нем, ну и давайте, давайте вскрывать нашу упаковку, упаковку у нас кроме как канцелярским ножом нам ее не вскрыть, поэтому берем и аккуратно вскрываем. Так, опа, готово, все, достаем вкладыш и достаем наш SSD, больше здесь ничего интересного нет, на вкладыше есть кратенькая информация, русский язык здесь есть, 4 раза быстрее чем HDD, поддержка Smart, поддержка Trim, все, сделано в Тайване. Вот он наш SSD, дешевый пластик у нас здесь в наличии, корпус на защелках, обязательно вскроем, попробуем не повредить пломбу, ну и собственно с лицевой стороны Team Group GX2 наклеечка, с обратной стороны наклейка, которую отклеивать нельзя, чтобы не лишиться гарантии, 3 года гарантии, итак, парт номер, серийный номер, в общем, все, что и должно быть, давайте подключать и тестировать. SSD накопитель Team Group GX2 объем 128 гигабайт установлен, переходим в управление дисками для инициализации нашего новенького SSD, отлично, создаем простой том NTFS, форматируем, получаем чисто объем 119,23 гигабайт. Ну а теперь сворачиваем и запускаем Crystal Disk Info, и смотрим, определился как Team T253X2 128G, странное название, ну что теперь, это у нас, я так понимаю, парт номер нашего SSD, и смотрим, смарт-параметров достаточно много, чтение, запись, нан-записи, все по нолям, 4 включения, общее время работы 0 часов, новый SSD перед нами, температура 35 градусов, ну и на всякий случай, для контроля за температурой, запустим CPU ID Hardware Monitor, свернем все ненужные нам устройства, и оставим только наш SSD Team Group GX2. И первый тест, Crystal Disk Mark, 5 прогонов по 1 гигабайту, ждем результат. А пока у нас идут тесты, перейдем на официальную страничку нашего SSD, до 4 раз быстрее, так, быстрее чего, компьютер у вас будет 4 раза быстрее работать, высокая скорость чтения записи дает больше возможностей при меньших затратах, идеально эффективная работа, надежный, долговечный. Но нас интересует здесь только спецификация, точнее характеристики скорости чтения записи 500-320, а ресурс у нашей модельки 100 ТБ, неплохо, я бы сказал даже хорошо, ну и 3 года гарантии. В результате получаем 522 МБ в секунду на чтение, 430 на запись, при заявленных 500 и 320, у нас великолепные результаты. Что касается случайного 4К, 34 МБ в секунду, ну что ж, это норма для недорогих бюджетных SSD. Смотрим, сколько баллов наберет накопитель в AS SSD Benchmark. Получаем 685 баллов, ничего удивительного для бюджетного SATA SSD. Ну а теперь, а то диск Benchmark, смотрим, что мы увидим здесь. В результате получаем хороший график, ну и все скорости у нас полностью подтвердились, и скорость записи у нас, да, выше, чем заявлено 320 МБ в секунду. Что ж, смотрим, что нас ждет в Adjo Video Systems. Запись выше, чем заявлено, и чтение полностью соответствует. Теперь сворачиваем все наши синтетические тесты, для того, чтобы выполнить команду Trim на нашем накопителе E через оптимизацию диска. Так, и через 15 минут переходим к тесту на реальную скорость записи. И теперь будем копировать традиционно папочку Render с PCI 4.0. SSD накопителя подрет Vapor VP4300. Смотрим, в самом начале у нас кэш оперативной памяти и 400 МБ в секунду реальную скорость записи. Пока все хорошо, 390 и 400 снова. Ждем, что будет дальше. А вот и снижение скорости после записи 62 ГБ. Да уж, неожиданно. Буфер у нас здесь достаточно большой. Половина от общего объема. Супер. При этом скорость упала до 75 МБ в секунду. Тоже достаточно хороший результат. Тем более для такого недорогого SSD. Смотрим, что будет дальше. Дальше скорость упала и колеблется в среднем на отметке 40 МБ в секунду. С просадками до 15 МБ в секунду и подъема до 50 МБ в секунду. Что ж, не вижу смысла дальше заполнять SSD. Здесь и так все понятно. Просто прождем впустую. Поэтому отменяем запись. Удаляем все данные с нашего SSD. Конечно же, выполняем команду Trim через оптимизацию. И через 15 минут запускаем тест AIDA64. Кстати, давайте сразу же проверим количество датчиков на нашем SSD. Ну, конечно, он здесь один. И накопитель нагревается до 46 градусов. Что ж, ждем. Тест у нас завершился и получаем график. Да, такой, который мы с вами видели на тесте реальной записи. У нас 50% пишется на максимальной скорости. Потом скорость падает и где-то на уровне 40 МБ в секунду. Что ж, отлично. Максимальная температура все так же 46 градусов. Но давайте мы с вами сейчас определим контроллер нашего SSD и чипы памяти, которые здесь используются. Для этого запускаем утилиту от Вадима Очкина и смотрим. Итак, сандиск. МЛС чипы памяти? А я-то думаю, как так? Почему половина? Теперь все становится понятным. Друзья, это шок. Это шок, что на дешевом SSD накопителе стоят МЛС чипы памяти от сандиска. Да, это 2258MXT. Да, это без буферной SSD. Но то, что МЛС чипы, это прямо открытие. Ну а теперь давайте приступим к вскрытию нашего SSD. И для этого мы воспользуемся вот такой вот пластиковой открывашкой. Осталось скрыть еще с этой стороны. Все, готово. Открываем. Пломба у нас цела. А внутри нас ждет вот такая вот плата. Видим всего один чип памяти, который скрывается под стикером. Который нельзя отклеивать, чтобы не решиться гарантии. И вот он. Вот он наш контроллер RSM2258XT. И чип памяти от сандиск. Тесты сделаны, результаты получены. И первое, и самое интересное, конечно же, и неожиданное. Это чипы памяти, которые используются в этом SSD. МЛС чипы памяти. Это, конечно, жирно и круто. Да, это все-таки старенькие чипы памяти от сандиск. Но все же, но все же МЛС, друзья, на дешевом SSD. И здесь, собственно, все сразу же становится понятным. Понятен график на тестах записи, как реальной, так и в тестах линейной записи в ID64. Да, именно поэтому половина объема у нас пишется в SLC кэш, в SLC режиме. А так как это МЛС, двухбитовый режим, потом скорость падает после половины заполнения свободного объема этого SSD. Так что круто. Круто. И, конечно же, сразу же понимаем, почему здесь заявлен ресурс 100 терабайт. Все благодаря чипам МЛС. Что же касается температуры, никаких вопросов. 46 градусов в максимуме, но вообще изи. Что же касается реальной скорости записи, то до переполнения это 400 мегабайт в секунду. Буфер у нас половина от объема. В моем случае получилось 62 гигабайта. А вот после скорость падает достаточно сильно, я бы сказал очень сильно, до 40 мегабайт в секунду. Стоит понимать, что при обычном использовании пользователь, ну, скорее всего, никогда не заметит снижение скорости, снижение производительности, вызванным переполнением SLC кэша. Потому что здесь, вот, например, у вас осталось свободным 10 гигабайт. Ну, грубо говоря, 5 гигабайт у вас будет писаться еще на максимальной скорости. Это грубо. Так что, все равно, этот SSD очень интересен к покупке. Ну, а после этого обзора, все фанаты MLC чипа в памяти могут смести с прилавков этот SSD. Team Group GX2. Да уж, вот такой вот сюрприз оказался внутри. В итоге, Team Group GX2 это отличный, недорогой, бюджетный SSD накопитель от Team Group. Здесь нету никаких вопросов для тех, кто не гонится за скоростями, за размером буфера, за скоростью после буфера. Вообще, отличная покупка, купили, заменили жесткий диск в ноутбуке, либо там в сетенном блоке, поставили на него систему и просто наслаждаемся высокими скоростями. Что ж, на этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте и не забываем про сайт ProSSD.ru. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает сколько стоит этот SSD, ссылочка как всегда под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и если все понравится, можете покупать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok